Владимир Минеев на сегодняшний момент является одним из сильнейших и самых популярных бойцов в российских смешанных единоборствах. С юных лет он тренировался в различных ударных дисциплинах и завоевал огромное количество титулов в кикбоксинге. Владимир становился чемпионом России, Европы и мира, а также завоевывал и защищал пояса в самых престижных мировых версиях профессионального кикбоксинга. Минеев проходил службу по контракту в 31-й гвардейской бригаде ВТВ Российской Федерации. И с 2021 года он назначен заместителем председателя Центрального управления Союза десантников России по физической культуре, спорту и единоборству. В 2014 году он дебютирил в ММА и начал свое восхождение до статуса суперзвезды в промоушене Fight Nights Global. Первых трех соперников Минеев нокаутировал в первом же раунде, а в четвертом встретился с мощным и неуступчивым хорватским грэпплером Йосипом Перицей, в активе которого было 5 побед в 6 поединках. Этот бой состоялся в апреле 2015 года в Хабаровске, на совместном турнире Дальневосточной Федерации Панкратиона и Fight Nights. Дорогие друзья, с тех пор как мы перезапустили наш канал, на нем опубликованы сотни видео с крутыми и зрелищными боями как с турниров M1 Global, так и других организаций. И мы рады, что они пользуются у вас большой популярностью. Новые видео выходят несколько раз в неделю. И чтобы не пропустить очередной шедевр из мира единоборств, настоятельно просим вас подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ведь согласно статистике, 9 из 10 зрителей смотрят нас, увы, без подписки. А если же уже подписаны, то обязательно прожимайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. Заранее благодарны всем нашим уважаемым зрителям и желаем вам приятного просмотра. Добрый день, Максим. Здравствуйте. Все зрители. Вы волнуетесь? Я уже слышу по дыханию. Безусловно, я волнуюсь, что греха оттоить. Волнуюсь, переживаю в данном случае из-за результата поединка. До этого переживал за то, чтобы турнир состоялся. И он состоялся. Сейчас уже переживаю как друг Владимира Минеева. Да. О Владимире несколько слов. 25 лет этому спортсмену. Рост 184 сантиметра. Вес 87 килограмм. Профессиональный его рекорд 24-1. 24 победы, одно поражение. И, конечно же, этот профессиональный рекорд идет в профессионалах как и в кикбоксе, так и в ММА. Серебряный призер чемпионата России. Победил Кубка России по тайскому боксу. Вот попадает сейчас Володя. Ну да, здесь скорее не попадание. А его соперник попытался уйти от тяжелых ударов Володи руками. Рекорд, который возвучили, это рекорд в основном кикбоксерский. В ММА Володя провел всего три боя. Но уже 3-0. Да, 3-0. Ну и посмотрим, что будет сегодня. Уровень и позиция растет от боя к бою. Не секрет, что ставит самые высокие задачи перед собой Володя. Посмотрим, на что он в реальности будет способен в ММА. Да. Ну и закончил Владимир Дукратный, чемпион Европы. Среди любителей Владимира чемпион мира по версии ВК. В профессионалах чемпион мира по версии ВАКО ПРО. Такие вот серьезные достижения у Владимира как раз в профессиональном К1. Да, он выдающийся кикбоксер. Но сейчас, безусловно, ММА это тренд. И это тренд, который нужно поддерживать. В данном случае Вова в последнее время тренируется очень много в борьбе. Очень много тренирует в грэплинг. Спрашивает, смотрите, контролирует Володя. Спрашивает вес 84. Коленом контролирует свою работу с боковой позицией. Я был бы на его месте поаккуратнее в партале, потому что сегодня хорваты уже успели удивить. Вот, здесь еще один. Вот здесь отдал руку. Отдал руку. И может отдать бой в том числе, к сожалению, большому. Володя сейчас держится. Держится, молодец. За счет физических, конечно, данных у Владимира держится. Физические возможности. Позволят ей у Володи уйти. Хважит для него в силу, когда он, да, уйти из данного волевого. По-моему, позволяет. Володя уходит. Позволят, ушел. У нас есть. Какой красавец, а. Вышел. И здесь ударная техника. У ногти и руки. Вове надо драться в стойке, я считаю, в этом бою. Уж точно. Потому что хорваты этот раз уже показали не только в этом проекте. В предыдущем. Мы помним, как Джамал Курбанов, который попался. Я проиграл в прошлый раз, проиграл Джамал Курбанов. Володе надо переводить бой в стойку. Это очень сложно сделать. Очень скользкое покрытие. Смотрите, а здесь уже Владимир чуть зацепил. И у его соперника, боюсь, будет еще возможность, если так будет, бой продолжаться, еще возможность показаться. Внизу. Да, как у мастера болевых приемов. Вот здесь Володя же сам. Питается зайти под разные позиции в борьбе, под сабмиссиен. Но это все пока сложно. Вот он сейчас делает то, что он привык делать. Кикбоксинг, кикбоксинг, кикбоксинг. Хорошая работа. Качественная. Надо в данном случае не терять концентрацию. И вот локоть. Вот здесь вот нужно работать. Видите, за ногой. Да, на ногой охотятся, охотятся за тем самым коленом, где можно сделать рычаг колена. Но это Володи не дает сделать как раз. Здесь попадание. Да, но здесь нужно жить очень аккуратно. Вот это так. Жестко попал. Три. Все, есть победа. О, вот это победа нокаутом. Вот это да, вот это красавец Володи. Молодец. Он в этом бою показал себя как спортсмен, который успел многому научиться в борьбе. Не дал сделать себе болевой прием. Великолепно из-за него вышел. И вот эти правила, могу сказать, когда можно бить локтями, можно бить коленями в партере. Это хорошая история для Вовы. Ну что ж, поздравляю. Это концаал UFC, потому что то же самое там. Все здорово, там же можно это делать. Мы понимаем, Камил, вы сильно очень переживали. Это нормально, но сейчас, чтобы вы чуть вздохнули и перевели дух. Да, я уже вздохнул, перевел дух. Максим, продолжаем. Хочется, хочется у вас узнать ближайшие желания, цели и планы Володи. Ну, ближайшие цели – это усердно тренироваться, получать свои навыки в борьбе. И не только уходить с болевых приемов, а не позволять своим соперникам даже делать эти попытки. Как бы там ни было, сегодня Володя совершил ряд позиционных ошибок, из которых, к счастью, смог сделать выводы, выйти. И продолжать в том же духе, набирать обороты и радовать. У него есть большая аудитория, и нужно доказывать свое сегодня право на место под солнцем смешанных единоборств. Главным, надеяться, мы яркие бои в этом году еще увидимся с яркими личностями, яркими соперниками. 11 июня Володя померится силам с Авером Пупапакамом, известным парнем из Франции. Который, кстати, выиграл у другого проспекта Магомедова. А в конце года, я уверен, мы проведем поединок Владимир Миней против Александра Шлеменко. Это будет бомба. Согласен с вами, действительно, это будет истинная бомба. Многие уже ждут этого боя, буквально в последние дни. И в всемирной паутине, и на просторах телевидения, и в пишущей СМИ обсуждается уже этот потенциальный поединок. И будем надеяться, что он однажды свершится. Ну, по крайней мере, все, я думаю, что в этой индустрии болеют за то, чтобы этот бой состоялся. Я думаю, что и вам, и всем уважаемым телезрителям этот бой будет интересен. То, что сегодня показал Володя, это настоящий, высококлассный, качественный ММА. Я говорю о том, что он сумел сегодня применить различные техники. Это очень важно. Безусловно, есть куда расти, но сам факт, что он один из немногих, кто в России действительно качественно, умело поработал в партере локтями. Это вы правы. Он не каждый бой говорил о том, что не работают локтями под партерей. А то, что он вышел, а то, что он красиво вышел с полевого приема, это, безусловно, кропотливый труд Володи. Ежедневно тренеру к борьбе. Это низкий поклон за это Юсуку Садулаву, который ежедневно с Володей работает в партере. Всем ребятам, которые являются его спарринг-партнерами. Своего оппонента Йосипа Перицу тяжело очень уснул. Йосипа от низких ударов, пропущенных голову в партере. Это действительно тяжелая травма. Он надеется, что все это пройдет более легкими последствиями. Йосипу Перицу мы желаем скорейшего выздоровления. Ну а Владимира мы поздравляем с этой прекрасной победой нокаутом. КОНЕЦ КОНЕЦ